Могли существовать цивилизации без ГУЛАГа? Мы таких цивилизаций не знаем. Более того, как известно, вообще первые цивилизации, мы говорили уже на эту тему, они поднимались, организовывались именно на том, что в общем было ГУЛАГом. То есть те, когда они создавали те свои грандиозные гидравлические проекты, на которых создались первые государства в долинах Нива, Ефрата, Инда, они все, создавая системы государственного регулирования, уже прибегали фактически к принудительному труду, организованному государством. Поэтому государства без ГУЛАГов не становились. Все эти великие цивилизации Востока, древности. Это позднее только время, новое время пришло к тому, что организация труда в размерах общества стала регулироваться внутренними собственными законами, и государством смогло отстраниться во многом от организации этого насилия. А все остальное время это было только так. Это были рабы, а раб, что такое были рабы? Это был тот же ГУЛАГ. Кто строил Трою? ГУЛАГ. Кто строил пирамиды? ГУЛАГ. Ну хорошо, но все-таки Россия, она родина с Луном. Да. А что же наше? Мы? Мы что? Как говорилось в наше советское время, а наш ГУЛАГ самый прогрессивный в мире, самый лучший и самый большой. Дело в том, что советская власть положила ГУЛАГ как основу организации своей жизни. И это безусловно. Она стала занимать большую роль в хозяйстве, но самое главное в организации общества. Все общество организовано было в тени ГУЛАГа. Общество об этом не знало. Общество это прекрасно знало. Вы знаете, общество это прекрасно знало. В 70-е годы в нашем городе, вот в нашем городе, как мне известно, с 56-го года до 85-го за анекдоты было посажено, инкриминированные анекдоты, было два человека всего. Поэтому весь город все эти годы знал, что анекдоты рассказывают политически опасно, потому что за это сажают. Понимаете? Поэтому, конечно, не нужно было об этом даже писать в газетах. Общество прекрасно это все понимало и знало. Когда государство занимается насилием, то все люди об этом очень быстро узнают. Об этом не нужно даже писать в газетах, чтобы все начали это учитывать в своей практике. Конечно, потом, когда встало, это вышло наружу, стали говорить, многие люди стали говорить о том, что они об этом не знали, что все это было для них тайно. Это же не так, на самом деле. Все, кто хотели, все все знали. Но тем не менее, мы следуем. Дело даже не в ГУЛАГе как таковом, а дело в неком смысле, который ГУЛАГ принес в истории нашей страны. Дело в том, что когда я вернусь тоже действительно к этой теме, когда мы начинали свою 10 лет назад работать, и начинали исходить из того, что надо отрешиться от всех теорий социологических, политических, которые существуют, и нужно просто тоже понять, понять все происшедшее, нужно только накапливать факты, набрать эти факты, и эти факты заговорят со временем, и объясняют нам, что произошло. Потому что совершенно ясно, что все эти концепции, которые к этому вывели, они были как-то малопригодны для объяснения. И мы стали собирать эти факты, их много фактов, собирать и документы, и материалы. И когда мы их собрали много, оказалось, что они на самом деле ни о чем не говорят. А это даже такая ловушка, потому что увеличение исторического знания, оно не добавляло исторического понимания нисколько. И когда есть все надежды на то, что когда откроются архивы, появятся какие-то новые документы, какие-то тайные решения, что-то такое мы узнаем, и мы тогда что-то поймем. Оказалось, что ничего подобного. Архивы стали открываться, ну, в какой-то степени. Появились у нас еще много замечательных публикаций, много замечательных документов, и выяснилось, между прочим, со временем одна замечательная вещь, что все это колоссальные знания, и сейчас очень много историков российских, бывших советских, которые просто с азартом занимаются выявлением вот этих вот новых исторических фактов, которые были ранее неизвестны. А оказалось, что все это накопленное груда фактов ничего не добавляет к пониманию процессов. И оказалось, что это нам даже, я считаю, в каком-то смысле повезло, что мы не зарылись, что нас плохо пускали в эти архивы, что нам мало давали эти документы, и тем самым мы не зарылись, а это очень увлекательное занятие, исторический поиск, что мы не зарылись в этих горах, в этих фактов, не начали писать им историю репрессии, или принятие решений, и всякое такое. Потому что, по большому счету, не давали. А то, что мы оставались в сфере людей, поскольку мы, не будучи существенно допущены в государственные архивы, мы, естественно, занимались личными архивами людей, мы занимались устной историей, мы с ними разговаривали, и вот то, что мы оставались в человеческой вот этой вот сфере, это оказалось, что полезно, потому что мы существовали в сфере человеческого понимания. Конечно, это было отягощено мифами, легендами, ложными трактовками, неправильными методами, но, тем не менее, для понимания это было важней. И мы, таким образом, стало совершенно четко, то, что нам нужна не столько история событий, которые можно писать много, долго и собирать документы, а нам нужна история процессов, которые проходили через нашу страну. И что самое главное, это именно в этих процессах. И поэтому роль ГУЛАГа не заключается, и заниматься историей ГУЛАГа нужно, скажем, даже не столько для того, чтобы иметь полный перечень этих лаг-пунктов, и где, что, когда было образовано, что нужно, потому что оказалось, что вся эта грандиозная гора фактов, которые зарыты в архивах, в общем-то, нужна в основном для справочного аппарата. Вот эти факты, эти постановления, эти номера, эти все цифры, это все-таки, когда мы начали это превращать в практику, это оказалось, что это в общем принадлежность справочного аппарата. Нам нужно для написания биографии, для написания справок о жизни, и это действительно абсолютно необходимо, потому что нужно грамотный справочный аппарат, без этого не составишь комментарий, справочный аппарат. Но текст сам, текст лежал в другой сфере, текст лежит в сфере понимания про все происходящее. И вот тут, когда удалось выйти, оказалось, что какие-то вещи намного, имеют не меньшее значение для понимания, чем просто вот эти исторические факты, что для понимания исторических процессов важны какие-то события, которые, в общем-то, не доказались таким важными людям, которые в них участвовали. Оказалось, что некие бессознательные проявления общественной жизни оказались намного более важнее, чем их сознательные. Оказалось, что мотивы, которыми люди руководствовались, вообще говоря, неадекватны тем словам, которые они при этом произносили. Это относится в первую очередь, вот я бы последний сказал, относится к теме сопротивления. Это очень важнейшая вещь, тоталитарный режим имеет место некоторое внутреннее сопротивление, активное или даже пассивное. Люди организуются как-то, сгруппируются в процессе этого. И вот мы много этим занимались, вот этими группами, которые политические и не политические. Оказалось, что те люди, которые говорили политическим языком, они выражали тоже совсем другое. И их политические декларации зачастую в общем даже не надо принимать во внимание, потому что была естественная форма сопротивления тому, что можно назвать отсутствие свободы и отсутствие справедливости. Две вещи, которые характерны для тоталитарного государства. Тотальное отсутствие свободы и тотальное отсутствие справедливости. Естественным стало появление каких-то людей, и группировавших друг друга, которые противостояли этим двум очевидным неправильностям устройства жизни. И, естественно, они начали формулировать свои цели и задачи как борьба за свободу и борьба за справедливость. Они писали политические программы, попадали в лагеря за эти программы, а все живые в лагерях. Интересно, что те люди, которые через это прошли, которые предлагали разные формы организации этого самого свободы и справедливости. Интересная вещь оказалась в том, что большинство из них, почти все из них, выйдя из этих лагерей и прожив эту жизнь, а из тех, которые не попали, просто прожив этот период, перестали заниматься политикой. И вообще не занимаются. Потому что то, что у них было, на самом деле не относятся. Это не политика. То, что они были. Хотя некоторые из них писали программы, бросали листовки, прокламации. Все это было. А тем не менее, это все оказалось никаким образом не имеющим отношения к политике. Это имело отношение к внутреннему выживанию людей внутри тоталитарного полицейского государства. Какие же это были формы. И вот последнее время мы занимались много, например, меньшевиками. Но то же самое получится, если будем смотреть скаутов. Вот эти вот такие вот группы, которые проходят. И то же самое находятся религиозные какие-то группы. А оказалось, что самая эффективная форма выживания людей, социального выживания людей в условии социального государства, вот эти вот размытые микрогруппы, которые можно назвать братствами. которые существуют очень повышенные отношения друг к другу, близкие и тесные формы братства. Поэтому они, как правильно, они и есть все братства. Будут ли это и осифляне, или меньшевики, или скауты. Это братства, которые они близкие. А соединяет их вместе причастность к некой истине. Вот они носители некоторого истинного знания. И оказалось таким образом, что протестуя против несправедливости и несвободы, они как бы противоставляли этому свободу и справедливости, а на самом деле их соединялось со всеми. Они сопротивление их заключало в другом. Их объединяла некоторая любовь друг к другу, которая преодолевала таким образом несправедливость. И причастность к истине, которая делала их свободными внутренне. Таким образом и оказалось, что противостояние, что несправедливость это противостоит совсем несправедливость. А вот это братская любовь, а несвободе противостоит истину. Что вообще на самом деле соответствует даже Евангелию. Как вы помните, там даже сказано, значит, вы знаете истину, истина сделает вас свободными. Действительно, истина и дело свободное. И само ощущение причастности сделает человека свободным. Оказывается, это было вот это. Вне зависимости то были это политические... Но это я немножко отвлекся на боковой сюжет. Но... А вот если... Я скажу. Если подвести как бы главные выводы сделать, не по истории каких-то лагерей, чем мы занимаемся, это является нашей как бы ежедневной вещью, кто где сидел, когда сидел, чтобы... А если говорить о том, так сказать, понятиях в большом смысле, то стало ясно совершенно одна очень важная вещь, что тот основной процесс, который происходил в нашей стране, это процесс распада империи. И этот процесс имеет место, и он продолжает идти, и он далеко не закончен. И, по-видимому, это объективный процесс, которому... который даже нельзя прилагать моральных оценок никаких, потому что вы не можете в понятиях морали сказать хорошо или плохо, что распалась Римская империя. Она распалась, это факт. То же самое происходит с Российской империей. Она распадается, это факт. Здесь можно по этому поводу сожалеть, можно радоваться, одни люди сожалеют, другие радуются, но этому, но бессмысленно этому противостоять и бездравственно этому способствовать, потому что распад империи всегда плохо для современников. Мы, к сожалению, вынуждены быть некоторыми наблюдателями процесса, очень болезненного и горького для тех людей, которые здесь живут, но это объективный процесс, и здесь делать ничего невозможно. Это совершенно очевидно, и это попытка Советской империи, реально, Советского Союза, это было последним судорогом, грубо говоря, в попытке удержать распад этой империи, в то время, как другие империи в это время уже распадались. Это тяжелый вопрос, потому что это территориальная империя. Если для большинства европейских государств это были заморские территории, и распад их был более или менее легкий, хотя он всюду был довольно драматичен, то в России это территориальная империя на одной территории, и распад ее всегда ужасен, и нам очень много что предстоит. Даже британская империя, которая распалась достаточно свободно, а вот Ольстер, который у них есть, болит до сих пор на их земле. Значит, это первое. А второе, это тот процесс, который мы имеем, и все, что мы, вот эти наши исторические сюжеты, конечно, надо рассматривать с этой точки зрения, с точки зрения распада империи и роли. Но, к сожалению, оказалось, что вот эти процессы, которые прошли, это часть большого системного кризиса вообще европейской цивилизации как таковой. Это совершенно очевидно. Потому что не надо забывать, что ГУЛАГ был не единственной язвой нынешнего времени. Я не помню, говорили мы или нет на эту тему. Но вообще, ключевой точкой, я считаю, 45-й год. Значит, в 45-м году, когда, значит, вот распала, когда была победа, одновременно человечество столкнулось с тремя очень важными вещами. Во-первых, союзные войска обнаружили на территории Германии освенцем немецкие концлагеря, которые сделал национал-социалистическое государство. В этом же 45-м году была опубликована первая достаточно документированная книга о ГУЛАГе Мора изверняка по опросу бывших польских заключенных, которые вышли с армии Андерса и Советского Союза на основании массового опроса. Первая книга осенью 45-го года напечатана «Справедливость советская». Она вышла в Италии на польском языке. А потом была переведена на другие. И, наконец, как вы знаем, осенью 45-го года была обзорвана атомная бомба в Хиросиме. То есть осменцем ГУЛАГ и Хиросима, о которых мир узнал практически одновременно, означал кризис всех направлений государственности, которые были развиты в мире. Это государство социальной справедливости привело к государство социальной справедливости привело к ЛМЕ. Государство национальной воли привело к этому самому Освенциму, а государство рациональной демократии привело к Хиросиме. Еще раз Еще раз Очень четко Государство национальной воли Привело к Освенциму Государство социальной справедливости Привело к Колыме А государство рациональной демократии Привело к Россиям Во всех трех случаях Государство ради своих нужд Не пожалело жизни невинных людей Во всех трех случаях Считалось, что они должны быть Жизнь, человеческая жизнь Может быть привезена В жертву государственной воли То или иное государство И в этом отношении Они были, все оказались равны И наблюдаемые на имени попытки Полечить ГУЛАГ можно вылечить Освенцим, как нам предлагают Освенцим можно вылечить Хиросиму А Хиросиму вылечить ГУЛАГом Они не ведут ни к каким разумным Поэтому мы оказались в рамках Колоссального системного кризиса Вообще говоря, западной цивилизации Как таковой Просто в России Это пиво ее имперского характера И, так сказать, наиболее консервативной формы Это проявилось в первую очередь Это не значит, что это не проявится И в других местах тоже Редактор субтитров А.Семкин